Коллеги, всем добрый день. Снова рады вас видеть на арене Матище. Сегодня мы традиционно проводим предсезонную пресс-конференцию нашего клуба. Сегодня с нами будут общаться исполнительный вице-президент, генеральный менеджер Николай Викторович Феоктистов и наш главный тренер Михаил Григорьевич Кровец. Николай Викторович, обсудим, наверное, трансферную кампанию, состав команды, а также процесс подготовки к сезону. И сперва слово предоставляется вам. Всем добрый день. У нас, скажем так, в этом году, как каждый год, наверное, очень сильно обновился состав. Не так сильно обновился тренерский штаб. Мы очень рады, что к нам присоединился Михаил Григорьевич. Не первый раз он с нами и не первый раз мы его приглашаем. В этом году все сложилось. И, соответственно, у нас новый тренерский штаб. Не совсем полностью поменялся он. Соответственно, новый главный тренер, один из помощников новый, Александр Савченков. Остальные ребята остались с прошлого сезона. Команду они знают. Команда, соответственно, тоже обновилась, поскольку новый главный тренер, новые требования. Плюс в этом году не так много ребят из сборной у нас будут играть. То есть мы только оставили тех, кто у нас, на наш взгляд, кажется, что посильнее, чем другие выступают. Добавили много иностранцев, много новых имен. Надеемся, что они проявят себя в этом сезоне. Хотелось бы, конечно, как можно дальше продвинуться по плей-офф. Сезон покажет. Будем работать. Спасибо, Михаил Григорович. Ваши комментарии о тренировочном процессе, о селекции, которая была проведена, и, в принципе, о ваших мыслях на сегодняшний день по поводу команды. Добрый день. Конечно, хотелось, чтобы вас было побольше, но это, наверное, самые лучшие сегодня пришли к нам. Я, конечно, очень рад, что принял предложение от команды Кун-Луни. Николай Викторович мне позвонил, и мы обсудили уже вопросы эти все в мае. С этого мая мы вместе стали уже смотреть и игроков, и очень много видео посмотрели. Поэтому совместно отбирали, совместно они только вдвоем участвовали в этом и Виктор Юрьевич Игнатьев, и Сан Саныч Савченко, и тренер вратарей. То есть мы все вместе дружно отбирали, обсуждали и выбирали игроков. И, в принципе, практически нашли тех, кто нам больше всего понравился. В принципе, ребята оправдывают то, что мы в них увидели. Настрой у всех очень хороший. Я рад, что, во-первых, впервые, может быть, за последние годы так много игроков приехало. Больше половины приехало. Человека 3-4 не было сразу, но там разные обстоятельства, визы, здоровье. То есть по этим моментам не приехали. А так с первых дней мы все вместе тренируемся, все вместе работаем. У всех, у любого, с кем разговаривал наедине, у всех очень радостное настроение. Все хотят показать хорошую игру, хотят изменить ситуацию по результату команды. Ну и вообще хотят играть вместе и побеждать вместе. Это самое важное. Поэтому, в целом, на данном этапе, после даже вот этих двух товарищеских игр, мы посмотрели всех ребят, нас все устраивает. Продолжаем работать и готовимся к игре с локомотивом, ну и, конечно, к турниру. Будем использовать, постараемся использовать всех игроков на этих играх. Михаил Григорьевич, спасибо на этом. Можем перейти к вопросам. Давайте начнем с вопросов в зале. Сейчас мы вам передадим микрофон. Юлия Гурченкова, «В тени рекордов». Добрый день, Михаил Григорьевич. Добрый день, Николай Викторович. Вопрос такой. Состав команды уже укомплектован или еще ведется поиск игроков на какие-либо позиции? Ко мне? Ну, к вам, наверное, обоим, раз вы оба принимаете участие в селекции, оба как-то совместные усилия. У нас, в принципе, еще один игрок есть, который должен будет приехать. Мы с ним тоже договорились, он приедет. В принципе, рассматриваем еще игрока в оборону. Это, скорее всего, будет арендованный какой-то. Ну, и на место молодого игрока тоже у нас есть моменты, где мы можем пригласить еще какого-нибудь молодого хоккеиста с других команд. А так, в принципе, все у нас полная обойма. Есть запасные, слава богу. Ну, и поэтому как бы все в порядке, да. И еще, Михаил Григорьевич, еще один вопрос к вам, и потом уже к Николаю Викторовичу. Многое. Вы перед сезоном разговаривали с вами о том, что тактика команды изменится, о том, что все поменяется. Вы уже давали большое интервью чемпионату, где об этом говорили. А я хотела бы уточнить. Все-таки с Виктором Юрьевичем вы уже вместе и работали, и вы говорили, что вы большие друзья. Что-то с прошлого сезона, из его схем, что-то останется в игре? Или все полностью будет меняться? Ну, как пример, я могу сказать, что мы вот даже, играя там со Спартаком, или с Казани, или сейчас с Локомотивом, я просматриваю сначала то, как они играли в прошлом году, что они делали. И перед началом всех тренировок тоже смотрел, как Кунь-Лун играл в прошлом году. Поэтому многие вещи, которые они делали хорошо, мы не будем менять. Мы оставим. Это важно для нас сохранить вот эти как бы хорошие моменты. Но и добавим немножко побольше агрессии. Опять же, это потому, что у нас появились другие игроки, которые могут это сделать. То есть будем стараться играть более в агрессивный хоккей, чем в том году. Но, естественно, стараться акцент делать на атаке. Хотя оборона всегда, она важна, над ней мы тоже работаем, каждую тренировку. И хорошая оборона, она делает, в принципе, хорошую атаку. Лучшее оставляем, а ошибки прошлого года забываем. И стараемся, чтобы эти ошибки, например, такие, как большое количество игр в меньшинстве, в этом году нам, наоборот, помогли. То есть убрать это, и мы будем лучше. Спасибо большое. Николай Викторович, вопрос к вам. Можете немножечко приоткрыть завесу тайны и рассказать, что в этом сезоне будет, наверное, по медийной политике в клубе «Ново». Потому что в прошлом году, в прошлом сезоне, Николай Виктор Юрьевич говорил, что первый организационный выезд, то есть вы собрали болельщиков, их отвезли в Питер, как бы на домашнюю игру «Кунь-Луня». Был классный в прошлом году, в сентябре, проект, который был связан с борьбой с раком. Что-нибудь еще, какие-то новшества в этом сезоне ждать от «Кунь-Луня»? Ну, на самом деле, скажем так, будем откровенны, работа медийная, это не наш конек, мы стараемся что-то делать, но ввиду того, что клуб находится, скажем так, в гостях постоянно, у нас на самом деле не совсем получается чуть-чуть то, что мы хотим, потому что, как бы, даже болельщики, которые к нам приходят на матч, вот у нас хорошо в прошлом году начался складываться костяк болельщиков, с которыми можно работать, и мы что-то можем уже совместно делать. До этого сложно было, потому что мутищи все-таки не воспринимают «Кунь-Луня» как, скажем так, свою команду, да, некоторые еще мечтают о том, что «Атлант» может вернуться, но, как бы, это абсолютно разные две истории, вот, то есть мы, конечно, каждый год стараемся переехать в Китай, есть определенные сложности, которые по многому зависят даже, скажем так, не от нас, а как бы современная повестка дня, она диктует некоторые проблемы, вот, но этот год мы здесь, и в первую очередь хотелось бы привлечь болельщиков на матч нашей игрой, то есть здесь, в принципе, не секрет, почему в том году их стало больше, потому что команда в том году стала показывать лучшие результаты, чем предыдущие два сезона. В этом году мы планируем сделать большой шаг вперед в результатах команды и в игре команды, то есть это будет, и болельщикам будет, наверное, интереснее смотреть, да, и результаты, наверное, должны прийти, мы в это верим. Соответственно, если база болельщиков расширится, то будем планировать какие-то совместные, скажем так, активности, потому что нам тоже хотелось бы привлечь больше людей на трибуны, как-то, все-таки мы здесь проводим уже не первый год, и как-то стать частью, скажем так, мытищинской ежедневной жизни, вот, что-то будем думать, у нас для этого есть сотрудники, которые этим занимаются, ну, что-то, наверное, новое будет, то есть если мы говорим про историю по борьбе с раком, это как бы стандартное у нас, в новембр, мовембр, он у нас каждый год проходит. Так хотелось, конечно, больше внимания уделить и, наверное, и молодым зрителям, и, может быть, что-нибудь получится и со школьниками, и, может быть, больше активностей со зрителями. В том году у нас было, практиковались совместные катания, то есть, соответственно, у нас было массовое катание, на которое приходили все желающие, в то же самое время и команда каталась. Это была неоткрытая тренировка, там по кругу все катались, но не менее люди могли взаимодействовать с хоккеистами, с тренерами. Нам, в принципе, это понравилось, что-то подобное попробуем в этом году сделать, наверное. Ну и так что-то поизобретаем. Главное, чтобы наша армия болельщиков увеличилась, тогда, скажем так, и у нас появляется больше возможностей какую-то интеграцию с ними делать, потому что вы сами понимаете, что когда мало кому интересно что-то, ну и создать что-то интересное тоже сложно. Ну вот вы сказали, что медийная политика – это не ваша. Все, наверное, и журналисты, и болельщики все отмечают СММ-клуба, как здорово ведется Телеграм-канал, как здорово, вообще приятно это читать. Ну, здесь спасибо, наверное, нашему специалисту, который ведет Телеграм-канал, и, наверное, спасибо другим сотрудникам, которые под этот Телеграм-канал делают контент, все это снимают. Здесь, наверное, нам, наверное, повезло с тем, что, ну, кунин – своеобразная организация, давайте будем честны, у нас не так много сотрудников, и каждый человек, который здесь работает, он все-таки отдает часть себя, потому что люди, которые здесь работают, они неравнодушны и клубы, неравнодушны к тому, что они делают, неравнодушны хоккею. Поэтому это, наверное, большой плюс им, и мы надеемся, что это будет продолжаться в том же духе. И, как бы, с нашей стороны, со стороны команды, со стороны руководства, мы прикладываем максимум усилий, чтобы им помогать. Но, скажем так, опять же, есть некоторые особенности, что клуб не может в полную меру здесь развернуться, потому что, опять же, вся эта работа, она воспринимается как инвестиции, как инвестиции в развитие в политической базы, поскольку клуб все-таки ставит задачу переезда в Китай, наша основная база болельщиков там. Нам, конечно, очень приятно, мы здесь, что нас здесь приняли как родных, и мы благодарны тем болельщикам, которые у нас здесь есть. Но, условно, ввиду того, что клуб китайский, мы не можем в полной мере, скажем так, воплотить все, что бы мы хотели по работе непосредственно с болельщиками, по работе в соцсетях и по медийной политике клуба. Спасибо большое. Вопросов нет. Еще вопросы, пожалуйста. Спортивное издание «Легалбет» Андрей Колосов. Вы затронули тему игроков, что несколько могут пополнить состав «Кунь-Луня». Николай Викторович про болельщиков сказал, что хочется привлечь их, может быть, приоткроете это российские хоккеисты или все-таки зарубежные, потому что сейчас рынок свободных агентов богат, там можно еще одну команду собрать. Ну, здесь, я думаю, что все ключевые позиции у нас уже заняты, то есть те ребята, кого мы хотели видеть заставим, мы их подписали, они сейчас в команде тренируются. Как сказал Михаил Григорьевич, в принципе, нам нравится то, что они сейчас показывают. Соответственно, ребята, которых мы будем брать сейчас дополнительно в команду, это, скажем так, уже не ключевые личности, да, но ребята, на которых мы тоже рассчитываем. То есть, конечно, в большинстве случаев, скорее, будут арендованные хоккеисты, это будут россияне, вот, и мы надеемся, что они станут важной частью нашей команды. Ну, как бы, да, скорее, если ваш вопрос заключается в том, что будут это легионеры, это будут российские хоккеисты, то те позиции, которые у нас остались свободные, они будут заполняться российскими спортсменами. Возможно, поэтому и болельщиков больше придет посмотреть на россиян. Я думаю, что болельщикам, неважно, на кого они смотрят, потому что, если команда будет выступать хорошо, то, дай бог, команда будет играть в плей-офф, и играть в плей-офф хорошо, и будет обыгрывать соперников, я думаю, что и заполняемость арены станет намного лучше, потому что, ну, это взаимосвязанные вещи, это спорт, и чем выше результат, тем больше поклонников, в принципе, прямая зависимость. Михаил Григорьевич, прошло два контрольных матча, довольны, как выглядела команда, как двигалась, как вообще ребята выглядят? Ну, конечно, было непросто ребятам, потому что многие из них вообще впервые играли матчи КХЛ, во-вторых, впервые они приехали только в Россию, немножко все надо адаптироваться, но я доволен очень в первой игре, то, что проигрывая 0-3, команда вернулась, это значит, что у команды сразу, у всех игроков есть и характер, и желание, и они играют с первой до последней минуты, вот это было по первой игре, а во второй игре, в целом вообще мы всю игру доминировали, забили хорошие голы, хотя, опять же, были, конечно, там какие-то у нас мелкие, допустим, ошибки, которые можно исправить, но снова был и задор, и желание, и все старались играть хорошо, и побеждать, и выполнять ту работу, которую мы от них просим, поэтому, в принципе, по обеим играм все положительно, все позитивно, надо продолжать дальше, то, что мы в раздевалке, и везде, и на собраниях говорим, что каждый день нужно становиться лучше. – Недавно в интервью вы сказали, что хотите минимизировать удаление, как это сделать в кратчайшие сроки? – Ну, это, опять же, зависит от головы, от игрока, и это ребята все понимают, и еще раз говорю, что команда все-таки по большей части изменилась, и имеет огромный опыт игры и в американских хоккейных лигах, и в национальных хоккейных лигах, и в европейских лигах, поэтому, я думаю, все услышали тренерский штаб, и все понимают, что это только вредит результатам команды. Поэтому самое главное – это их игровая дисциплина, и я думаю, что они наши требования понимают и будут их выполнять. – В двух контрольных встречах в воротах играл Волков. Значит ли это, что он будет основным вратарем в сезоне? – Сейчас вообще ничего не значит, кто будет основной, кто будет первое звено, кто второе. Сейчас мы стараемся всем дать определенное количество, ну, одинаковое количество времени, показать себя, проявить, использовать свои лучшие качества. На следующей игре уже будет играть другой вратарь. То есть у нас по готовности, из всех, кто приехал, Волков, может быть, пораньше начал тренироваться, и наш тренер по вратарям такое предложение мне рассказал, и мы решили, что по такому плану действуем. Первые две игры играет Волков, остальных вратарей мы готовим, дальше уже пойдем дальше играть другими вратарями, используя, конечно, и Волкову в следующих играх тоже. – Спасибо. – Пожалуйста. – Иван Абрамов, «Гиг Хоккей плюс один». Михаил Григорьевич, учитывая крепкий и весьма боевитый коллектив, Ваша команда сейчас выглядит темной лошадкой в этом сезоне. Есть ли уже какие-то мысли, чтобы эта темная лошадка на драконьих крыльях вышла в плей-офф в этом сезоне? – С первого собрания мы поставили цель повыше, чем плей-офф, и сказали, что это основная наша задача, к которой мы стремимся, это кубок Гагарина. А плей-офф, чтобы выиграть кубок Гагарина, в любом случае надо попасть в плей-офф. Поэтому играем на победу, и в голове у всех одно – это победа в кубке. – Отсутствие фарм-клуба усложняет ли задачу вывести команду в плей-офф? – Ну, естественно, когда большая скамейка, наверное, полегче. Но, в принципе, сейчас у нас практически 23 игрока. Если мы еще добавим тех, двух будет 25, то есть практически 5 звеньев и 3 вратаря. Здесь можно нам ротацию делать, и будем надеяться, что все пройдет без травм. – Николай Викторович, учитывая отсутствие фарм-клубов в Кунь-Луне, не было ли попыток договориться с кем-то из Всероссийской хоккейной лиги или Белорусской хоккейной лиги о сотрудничестве? – Смотрите, так, если вернуться назад в историю, то есть мы одно время сотрудничали, у нас был Тамбов, хоккейный клуб Тамбов, наверное, в сезоне 20-21 они были нашим фарм-клубом, а не совсем удобно, то есть потому что когда у тебя есть вторая команда, она должна находиться условно в той же самой федерации, что и ты. То есть мы китайцы, нам фарм-клуб нужен китайский, потому что в любом случае с точки зрения перехода, подъем, и, скажем так, спуск игрока в фарм-клуб, это как бы трансфер международный. То есть, соответственно, он регистрируется аналогично международному трансферу, то есть если две команды находятся, допустим, в Китае, то мы игрока просто так опускаем в рамках его двухстороннего контракта. Если у нас фарм-клуб российский, то даже если у нас есть договор о сотрудничестве, переход игрока, допустим, из первой в вторую команду, это международный переход, который полностью оформляется как международный переход. То есть это трансферная карта, это трансферные взносы и так далее. То есть условно взять игрока из фарм-клуба и потом обратно туда отправить, это стоит уже в 2000 долларов, просто как, ну, 2000 швейцарских франков, просто вот за операцию. То есть нам это, во-первых, дорого, во-вторых, мы все прекрасно понимаем, что в командах в Эхайл есть лимит на иностранцев, а Кундунь, в принципе, иностранная команда. То есть, соответственно, тоже ограничивает определенную, определенную возможность. То есть ты, даже договорившись с российским фарм-клубом, в принципе, ты туда можешь отбрать одного из наших игроков, там максимум двух, на набор формы или поддержку игровых кондиций или восстановление после травмы, а оттуда ты можешь брать только российский хоккеист. То есть, соответственно, когда у тебя вся команда иностранная, это домать игрока из фарм-клуба, россиянина, который приезжает для кого-то полностью новая, скажем так, история, он приезжает в иностранную команду, здесь, наверное, так сложно об этом говорить. А наш фарм-клуб, опять же, как только мы вернемся в Китай, у нас будет свой фарм-клуб. Китайский у нас есть клуб, который выступает в китайском, скажем так, в первенстве Китая, он и так у нас, в принципе, является до юра фарм-клуба, фарм-клубом в этом году он тоже будет, как наш фарм-клуб, оформлен, но здесь тоже не налетаешься. То есть, условно, у нас фарм-клуб есть, но мы можем тут кого-то отправить, он играет в первенстве Китая и там не так много матчей, и опять же, командировка 8 часов туда, 8 часов обратно не совсем удобно. То есть, скажем так, это сейчас та действительность отсутствия второй команды, с которой нам приходится каким-то образом считаться, да, опять же, так же, как у нас нет молодежной команды. Все, спасибо. Михаил Григорьевич, как относитесь к новым правилам в КХЛ, которые появляются? Возможно, есть какое-то спорное? Да, нет. Я рад, что вернулись все-таки особенно вот к этому правилу, когда выбивают шайбу, что если ты шайбу выбил, нет удаления. И это было всегда, мне кажется, правильно, и не надо было ничего не менять. Но по поводу овертаймов, если, конечно, было интересно сменить вратаря, тем более, когда есть набор игроков, которые у нас и сейчас есть, я наверняка бы это делал, но действительно сейчас, наверное, не захочется терять очки. Насколько это лучше или хуже, но опять надо посмотреть, как будут проходить матчи. В принципе, я думаю, что 3 на 3 тоже должен быть интересный. хоккей, а может быть, где-то и в конце за 20 секунд и поменяем кого-нибудь, рискнем, посмотрим, как все будет происходить. но было интересно с заменой вратаря, тем более, теперь, когда сделали еще один плюс, что можно этого вратаря вернуть в ворота, сделать смену, это было бы интересно, когда игрок бежит на смену, а вратарь выбегает. Это, конечно, тоже было бы, я думаю, интересно для болельщиков. Спасибо. Есть что у вас? Нет. Коллеги, на этом можем перейти к вопросам в зуме. Пожалуйста, кто первый начнет? Коллеги, в зуме вам слово. Олег Морозов или Александр Рогулев? У вас нет вопросов? Я правильно понимаю? Добрый день. Добрый день. Слышно меня? Да, слышно. Проблемы со следом. Слышно. Поэтому не рисковал задавать. Если слышно меня, можно коротко вас спросить. Линские коллеги уже спросили о посещаемости. Вы достаточно подробно сказали. Были ли матчи с Овечкино? Видно было, что мы тише посучились по хоккею все равно. И может быть кого-то приглашать на матчи и звезд в концерты и что-то такое, чтобы посещаемость в матче действительно была больше. Потому что видно, что тише вроде как хоккею все еще интересует. спутанный вопрос, потому что частично ответили. Давайте просто немножко тогда скорректирую здесь постановку вопроса. Одноразовое мероприятие, скажем так, это не хоккейный матч, то есть если мы берем матч Овечкина, это все-таки скажем так, увеселительное мероприятие, на котором присутствует максимум звезд. это как бы одна история. Условно матчи команды, которые играют 3-4 раза в неделю, это другая история. То есть разово собрать, в принципе, если бы мы играли один матч с Спартаком в Мытищах, а все остальное время играли где-то в другом месте, мы бы тоже арену собрали. Немножко просто другие, скажем так, другие мероприятия проводятся и немножко в другой форме они проводятся. Когда стоит задача привлечения болельщиков в разрезе сезона, когда их нужно привлекать 4 раза в неделю, это немножко другие мероприятия и немножко другая работа. Потому что одно дело в выходные прийти посмотреть матч Овечкина, и другое дело прийти в понедельник, в среду и в пятницу посмотреть Кунь-Бунь, когда он будет играть с тремя разными клубами. Причем не факт, что все три клуба будут, скажем так, звездными. То есть здесь немножко другие стоят скажем сложности перед клубом и мы конечно будем стараться, как я опять же сказал, но тут если команда будет играть хорошо, если команда будет играть так, как мы на это рассчитываем, если она будет обыгрывать местные московские команды, если она будет обыгрывать топов с Востока, болельщики будут. То есть это взаимосвязь, то есть она болельщиков на команду, в которой нет людей, которых они знают. У нас иностранцы каждый год приезжают новые, им нужно понять, скажем так, это же не приезжает Макдэвид, которого все знают, а пошли смотреть. Им нужно время понять, что условно это что-то не хуже. Условно. И идти смотреть на конкретного хоккеиста. Поэтому здесь конечно все зависит от результатов, как мне кажется. Потому что с болельщиками мы работаем, у нас есть в принципе люди, которые этими занимаются, у нас определенная программа, которую мы следуем, мы стараемся работать совместно и с ареной, и с руководством мытищ. Но опять же, я всегда за тех, кто побеждает. Это основной принцип болельщика. И уж тем более для команды, которая здесь не родная, а которая здесь на гастролях, кунгун, то принцип, что любят победителей, он здесь как бы краеугольный камень и никуда от этого не деться. Александр, есть у вас еще вопрос? Спасибо большое за ответ. Если можно еще один вопрос, да? Да, конечно. У меня традиционный вопрос, по-моему, я его задаю уже 3-4 разу подряд на конференциях. По традиции спрошу про переезд. Каждый раз мы к этому возвращаемся. И, может быть, в другую сторону сформулирую вопрос. Нет ли на кунгун давления от лиги, в том числе, по переезду, потому что, по-моему, мы в конце сезона с Морозом разговаривали, он намекнул, что, конечно, хотелось бы видеть лиги тоже. на самом деле очень сильно хотелось бы вернуться в Китай. И, на самом деле, как бы так забегая вперед, говоря о том, что, ну, как бы, в прессе тоже проскакивает, что там клуб не любят, клуб не знают, и там никто не ждут. На самом деле клуб ждут, а на самом деле у нас есть база болельщиков там, и люди, они ждут возвращения. На самом деле, в этом году болельщиками китайскими было воспринято это слегка негативно, что клуб опять не смог переехать. Но тут, как бы, есть определенные аспекты, которые находятся не совсем в нашей компетенции, потому что, с одной стороны, это текущая ситуация, которую мы сейчас имеем, в первую очередь, в авиации российской. Это, как бы, первый момент, потому что не секрет, что с каждым годом вопрос логистики становится для клубов сложнее, поиск самолетов становится сложнее, а уж тем более поиск самолетов на дальние расстояния он становится еще сложнее, потому что ограничен круг. То есть, условно, если мы летаем по центральному региону, мы можем использовать тот же самый сухой, который сейчас в большом количестве, на которых можно, в принципе, спокойно передвигаться и за рубеж. Но полет даже на Дальний Восток, на сухом, скажем так, это сложно после этого играть в хоккей. Или после хоккея хоккеистам будет сложно лететь на сухом в другое место, потому что он не предоставляет, скажем так, те удобства, к которым спортсмены привыкли, которые нам нужны, чтобы правильно восстановить ребят после игры или подготовить их к игре. Это как бы первый момент. Ну и второй момент, конечно, всем хочется, чтобы Кунь-Лунь вернулся в Пекин, это первый момент, чтобы мы больше не ездили по Китаю, что это была бы столичная команда. И всем хочется, чтобы Кунь-Лунь вернулся на большую арену сразу. На большой арене тоже существует два момента, что большое количество арен в Пекине ограничено, с одной стороны, там развиваются другие виды спорта. В частности, с прошлого сезона в Пекине появилась еще одна команда по баскетболу, которая заняла ту арену, которая в теории должна была пустовать два года, сейчас там играют в баскетбол. То есть, это тоже такой момент. Во-вторых, опять же, переезд на большую арену, он, скажем так, связан с тем, с вашим первым вопросом, то есть посещаемость. То есть, когда вы играете на маленькой арене, условно 5-6 тысяч, то возможность привлечь 3-4 тысячи ежедневно на ежедневной основе болельщиков, это, в принципе, не видно, в телевизионной камере кажется, что посещаемость хорошая. Если вы используете условно 14-15 тысячную арену, которая в Китае преобладает, то есть, если мы многофункциональные спортивные комплексы берем, то 4-5 тысяч на них уже будет, опять же, преподноситься журналистами, что вот, на Кунду никто не ходит. Вот. Поэтому, это тоже такой момент, что переезд, он должен подготавливаться. То есть, с одной стороны, там есть объективные причины, что нужно решать вопрос, который мы, опять же, не можем в данной стране никак подействовать. Это как российские клубы будут прилетать в Китай, потому что, ну, как бы для себя, для китайского клуба, перелеты в Россию мы решить можем. Да, у нас есть китайские авиакомпании, которые сюда летают, мы, как бы, вопросов с этой точки зрения нет. У нас есть некоторые опасения того, как будут российские клубы к нам прилетать. Это первый момент. И второй момент, это арена, да, то есть, в этом году было некое компромиссное решение, но, опять же, вместе, работая с Лигой, обсуждая данный, данный момент, взвесив риски, оценив это компромиссное решение, было принято, что оно, как бы, скажем так, на данном этапе не совсем удовлетворяет все стороны, поэтому клуб остался еще на год в мытищах. На следующем году мы будем, как бы, стараться снова туда переехать, в Китай. Надеемся, что данный вопрос есть. То есть, как бы, со стороны клуба нет отказа от переезда, то есть, со стороны болельщиков в Китае нет, скажем так, незнания, что это такое, и там люди хотят ходить на хоккей. То есть, условно, у нас даже федерация, ассоциация хоккея Китая, с которой мы работаем, они тоже говорят, ребята, мы рассчитывали, что вы приедете, у нас сейчас популяризация хоккея идет, но не получается. То есть, мы все к этому стремимся, но вот есть как есть. И тут, тут, в принципе, я думаю, что довольно-таки просто найти ответы на эти вопросы, просто подсчитав не спортивные издания, а политические те же самые. Александр, 10 минут у нас остается безумие. Подскажите, есть ли у вас еще вопрос, чтобы мы точно успели на все ваши вопросы ответить? Я коллеги, коллеги задаю. Из коллег в Zoom только вы у нас остались, поэтому, если у вас все, я еще дам вопрос задать коллегам в зале. Николай Викторович, вы сказали, что большая база в Китае, а есть ли идея кого-то в течение сезона в мытище привезти из болельщиков? Ну, скажем так, идея, наверное, хорошая, я не думаю, что она, скажем так, осуществимая. У нас есть база болельщиков здесь, китайских, то есть мы работаем и с объединением студентов, и работаем с представителями, которые объединяют, скажем так, сотрудников крупных китайских компаний, которые сюда приезжают работать. То есть мы с этими группами тоже работаем, они на наши матчи приходят из Китая сейчас, ну, сложно, то есть, опять же, давайте будем честны, все-таки, большая часть болельщиков китайских, она идет от того, что дети интересуются. То есть вот как бы взрослого поколения, которые вот именно такие, знаете, хоккейные болельщики, которые там всю жизнь смотрят, их не так много, то есть, в принципе, аудитория там небольшая именно взрослых, то есть очень много идет, скажем, до 35 лет и тех, у кого дети занимаются хоккеем. Здесь есть некоторые сложности, опять же, ввиду текущей ситуации, ну, сложно. Даже тот же самый Куб, вот сейчас был здесь Кубоковичкин, здесь участвовал, мы работали над тем, чтобы привезти китайскую детскую команду, не получилось. Ну, то есть, как бы, опять же, скажем так, не по хоккейным причинам. Вот, то есть, есть определенные опасения, то есть, детей не хотят родителей отпускать, потому что, ну, скажем так, ну, все понятно, да, то есть, опять же, если почитать другие газеты, не спортивные, условно, а политические какие-нибудь, то есть, пишут очень много разного, и у нас один информационный фонд, там другой информационный фонд, то есть, сложно понять, условно, с детской командой у нас не получилось, именно потому что, как бы, ну, не очень настроены родители отпускать детей в Россию, но также, наверное, политики, наверное, не получится пока привезти. У нас ходят те люди, которые сюда приезжают по работе, они, конечно, все приходят, потому что совместить там интересное с необходимым, ну, это как бы, да, вот именно такие туры, чтобы именно приехать в хоккей посмотреть. Я думаю, что если бы мы были даже, может, где-то поближе к Китаю, может быть, да, хотя многих людей мы знаем, кто приезжает сюда и по работе в командировку краткосрочную, но они тоже звонят и спрашивают, что, ребят, мы хотим прийти именно на хоккей, потому что мы знаем, что такое Кунгун, сюда приезжаем, но это вот, грубо говоря, там 3-4 болельщика, так вот, ну, это неорганизованный, скажем, самолет, то есть мы еще, наверное, не находимся в том, в том состоянии, чтобы арендовать большой борт, загрузить его болельщиками из Китая и привезти сюда, посмотреть там, условно, хотелось бы, конечно, когда-то в будущем, но думаю, что когда клуб переедет в Китай, можно будет устраивать, допустим, вынесенные матчи здесь, да, те же самые мытища, и тогда мы, наверное, сможем с собой привезти еще и болельщиков своих. Наверное, вот так, скорее всего, получится, но для этого надо работать и какое-то время еще, чтобы прошло и в первую очередь вернуться обратно домой. Спасибо. Спасибо, коллеги в зале. Есть еще у кого-то вопросы? Коллеги в зуме еще раз проверим. Может быть, остался у кого-то еще вопрос? Так понимаю, что с вопросами на сегодня все. Всем большое спасибо за пресс-конференцию. С кем-то увидимся на турнире в Питере, с кем-то уже в начале сезона. Поэтому всем спасибо за участие. На этом наша предсезонная пресс-конференция завершена. Большое спасибо. Мафиан Григорьевич, Николай Викторович. Спасибо. Спасибо.